Урок творчества Но все же не совсем ту, о которой мечтали, так как не были уверены в своей способности к творчеству Так вы могли стать театральным администратором, хотя в глубине души мечтали о карьере актера или режиссера Выбрать профессию корректора, редактора, так как иным способом не решались реализовать свои литературные способности Найти работу маляра-штукатура, тогда как на самом деле в вас дремлет талант художника Как правило, вы позволяете себе заниматься творчеством только в качестве хобби, которому не придаете особого значения Если вы все же выбрали творческую профессию, то вам не удается сделать в ней значительной карьеры Вы видите, что менее талантливые люди преуспевают и достигают высот, которые вам почему-то недоступны Вам не удается зарабатывать себе на жизнь творчеством, даже если вы пытаетесь это делать Если вы получаете какие-то деньги за свой творческий труд, то их явно недостаточно Возможно, вы больше уверены в себе и более успешны в преподавании какой-либо творческой дисциплины, чем, собственно, в творчестве Так певец, который не смог реализоваться на сцене, может стать прекрасным вокальным педагогом, а не очень успешный художник, хорошим учителем рисования Это происходит потому, что вам легче реализоваться через другого человека, чем через себя самого В вашей жизни нередки ситуации, когда кто-то пользуется вашими идеями и вашим трудом, чтобы преуспеть, тогда как вы остаетесь в тени и не получаете за это никакого вознаграждения Творческая работа приносит вам разочарование и неудовлетворенность, так как вы не получаете желаемого признания Это может заставить вас вообще отказаться от творчества Вы способны отдавать плоды своего творчества за бесценок или вообще бесплатно, так как в самом деле считаете, что они недорого стоят Когда кто-то спрашивает вас, почему вы не реализуете свои таланты, вы чаще всего отвечаете Да кому это нужно? Задачи, которые необходимо решить в рамках урока творчества Дать себе право на творчество Открыть в себе божественный источник творчества Принять от Бога дар созидания Осознать, признать и раскрыть таланты Укрепить чувство собственного достоинства Жить в творческом потоке, наслаждаться процессом творчества Научиться творческому сотрудничеству с духом Обрести творческий подход в деле созидания своей жизни Крайон Неудовлетворенность, недооцененность, непризнанность Трине вашей жизни Урок творчества проходят люди, которые на протяжении многих воплощений закапывали в землю свои таланты Почему это происходило? Если вы воплощались в женском теле, другого выхода чаще всего не было Ведь на протяжении столетий женщинам отказывали в праве на творчество Искусством, творчеством, за редким исключением занимались только мужчины Женщине же в лучшем случае была отведена возможность теневой самореализации Например, когда она помогала своему мужу или даже делала творческую работу за него, а все лавры доставались ему Но и те, кто воплощался в мужском теле, очень часто не могли позволить себе творческих занятий Потому что на первом месте были вопросы выживания Нужно было добывать пищу для себя и семьи А творчество очень немногим давало такие возможности Но сейчас времена изменились И ваши таланты, сдерживаемые и подавляемые в течение столь долгого времени, рвутся наружу Они больше не могут скрываться в тени И вы очень хорошо это чувствуете При всем внешнем благополучии чего-то не хватает, верно? Вы можете даже заболеть, если будете и дальше сдерживать ваши таланты И не давать им никакого выхода И внешние обстоятельства у большинства из вас изменились настолько Что вы можете себе позволить раскрывать свои таланты без угрозы для материального благополучия Более того, у множества людей растет интерес к творчеству и всем тем вещам, которые являются его плодами В век техники и прогрессивных технологий Люди все больше тянутся к тому, во что вложено тепло человеческой души В чем проявляются сила и красота духа А потому люди готовы платить за плоды творчества И ценят их больше, чем в прежние времена Это значит, раскрыв свои таланты Вы можете прийти к материальному благополучию, занимаясь любимым делом Больше нет жесткой необходимости зарабатывать деньги на нелюбимой работе Чтобы любимому творчеству отводить только редкие минуты досуга Вот почему сейчас прекрасные времена Чтобы достойно пройти урок творчества и, наконец, признать и раскрыть свою творческую натуру Не удивляйтесь тому, что в детстве у вас были такие катализаторы урока Которые не только не способствовали вашему творчеству, но препятствовали ему Да, родители и воспитатели Которые выступали в роли катализаторов Скорее всего, не замечали и не хотели замечать ваших талантов Они могли даже смеяться над вашими робкими творческими попытками И уж, конечно, не принимали их всерьез Может быть, они говорили вам Творчество для избранных, не для таких, как ты И вы решили, что не имеете права на творчество Вас тянуло к нему, но вы стыдились даже самого желания заниматься творчеством Вы боялись даже подумать, что у вас, может быть, на самом деле есть талант Но, возможно, и так, что у вас были творческие, яркие, признанные в обществе родители И вы всегда оказывались в их тени Вы чувствовали себя вторым сортом по сравнению с ними И тоже не позволяли себе творчество Для чего же ваша душа приняла решение поместить себя в такую, казалось бы, непригодную для творчества среду? Для того, чтобы творческое начало пробилось в вас через сопротивление Ведь чем сильнее сопротивление, тем мощнее творческое пламя Когда оно все же прорывается через преграды Но почему тогда у вас не получается такой яркой, мощной, творческой самореализации? Да потому, что вы сами до сих пор не даете себе на это права Вы до сих пор занимаетесь творчеством с внутренним стыдом и сомнениями Следствие, три не, которые сопутствуют вам всю жизнь Нереализованность, недооцененность, неудовлетворенность Эти три не и есть основная коллизия вашего урока А чтобы дать себе право на творчество Нужно принять такой простой факт Что творите не вы, а творит Бог через вас Ваш дух несет в себя огромное творческое начало Потому что он часть Бога, а Бог творец И вы творец по праву своего божественного происхождения Позвольте Богу творить через вас И примите как данность, что вы этого достойны Отработка урока творчества включает три фазы Первая фаза – раскрытие божественного источника творчества Вторая фаза – укрепление чувства собственного достоинства Третья фаза – навык жизни в творческом потоке Если урок творчества для вас второстепенный То вы научитесь получать удовлетворение от результатов вашего творчества Сможете обрести признание и материальный достаток благодаря ему Если этот урок главный Вы тоже получите все эти дары Но неудовлетворенность и сомнения в себе Будут продолжать вас преследовать То, что вам поможет – это способность наслаждаться самим процессом творчества Не думая о результате, о признании, об оплате вашего труда Это все тоже придет, но вы сможете чувствовать себя гораздо счастливее Если не станете делать это своей целью Первая фаза – раскрытие божественного источника творчества Не забывайте, что вы сами выбираете свои уроки Вы выбрали на данное воплощение урок творчества А также все те обстоятельства, которые будут препятствовать вам в творчестве Для чего? Чтобы вспомнить о своем божественном начале О том, что дар творчества дан вам от Бога по праву вашего божественного происхождения О том, что ваш дух – частица Бога И Бог творит через вас Пока вы об этом не вспомните Пока не примете тот факт, что черпаете творческую энергию из божественного источника У вас будут проблемы с творчеством Можете ли вы творить или нет? А вы разве сомневаетесь в том, может ли Бог творить? Бог – творец Как он может не творить? Имеете ли вы право творить? Если вы частица Бога Творца То творить – это не только ваше право Это ваша исконная способность Это неотъемлемая часть вашей природы Творить для вас так же естественно, как дышать Никто не может запретить вам дышать Никто не имеет такого права запрещать вам дышать Точно так же никто не имеет права запрещать вам творить Всех, кто запрещал вам творить, вы выбрали сами в качестве катализаторов Вы привлекли их в свою жизнь, чтобы проверить силу своей божественной творческой энергии Энергия творчества – это энергия любви Творчеством становится только то, что вы делаете с любовью Любовь Бога способна преодолеть любые преграды В том числе и запреты, и насмешки, и неодобрения Творите любовью Бога И все преграды, все запреты перестанут что-либо значить для вас Обратитесь к себе, к своему творческому духу И узнайте, какая сила творения скрыта в вас Вторая фаза – укрепление чувства собственного достоинства Имеете ли вы право на творчество? Вот вопрос, который мучает вас, не так ли? Возможно, на сознательном уровне вы давно дали себе это право И вы всеми силами отстаиваете его Все время доказываете себе и другим, что вы имеете на это право Что вы можете творить, что у вас получается Вы доказываете это, и даже не без успеха Но что-то все же не так, вам не кажется? Вот что не так Если бы вы были стопроцентно уверены в том, что имеете право на творчество Вы бы не стремились никому ничего доказать Вы бы просто творили и были бы счастливы Но, Крайон, нам же надо зарабатывать деньги И если мы хотим делать это при помощи творчества Нам снова и снова приходится доказывать свое право на это Нет, дорогие, вы же видите Что на эти попытки доказать уходят все ваши силы А денег больше не становится Почему? Да потому, что этими попытками вы блокируете поток творческой энергии Эти попытки говорят, что вы не уверены в себе и в своем праве на творчество Неуверенность блокирует саму способность к творчеству Вы можете творить, даже будучи неуверенными Но тогда ваши таланты не будут проявляться в полную силу И вы будете транслировать в окружающее пространство Свою неуверенность относительно того, достойны ли ваши труды вознаграждения Если вы чувствуете, что недостойны хорошего вознаграждения Его и не будет Если же вы творите свободно, следуя творческому порыву А не желанию что-то кому-то доказывать и самоутверждаться Поток творческой энергии свободно и легко протекает через вас Вы открыто делитесь энергией, а значит, так же легко и свободно к вам приходит вознаграждение Бог творит свободно Бог никому ничего не доказывает своим актом творения Он создает целые миры, потому что такова его природа Творить и создавать Достойны ли вы того, чтобы Бог творил через вас? О, дорогие, это смешной вопрос Как может быть иначе, если Бог внутри вас? Если вы божественны по сути Те, кто говорил вам, что вы недостойны Просто не открыли Бога в себе Они сами чувствовали себя недостойными Но вы можете сделать то, что не смогли они Ваше достоинство – это достоинство Бога Ваш дар творчества унаследован вами от Бога Обретите достоинство Бога внутри вас И вы больше не будете спрашивать, достойны ли вы Вы будете знать, что достойны Знать без слов и без доказательств Третья фаза Навык жизни в творческом потоке Знаете ли вы, что у вас не один, а множество талантов? Какие-то из них вам могут быть еще совершенно неизвестны Но они есть Потому никогда не говорите себе Это не мое, этого я не умею, это я не могу Вы не знаете своих возможностей Поток творчества способен активировать Такие стороны вашей натуры, о которых вы не подозреваете Знаете ли вы, что творческая энергия охватывает все ваше существо А потому у вас одновременно может пробудиться слух музыканта Зрение художника Артистическая способность к перевоплощению Литературный дар и еще многое другое Что вам делать с этим? Реализовать все, что просится быть реализованным Не ограничивать себя рамками профессии или любимого хобби Если вам вдруг захочется писать картины Или сочинять стихи Или петь, танцевать Играть на музыкальных инструментах Делайте это, даже если никогда раньше не делали Пробуйте, не бойтесь ошибиться Не бойтесь показать себя новичком, неопытным творцом Чем больше бесстрашия Чем меньше вы себя сковываете разными рамками Тем мощнее творческий поток Который начнет протекать через вас и вашу жизнь Искусство жить в этом потоке Это и есть искусство творческой жизни А знаете, что больше всего мешает этому потоку? Мысли о вознаграждении Если ваша цель признание, слава, деньги Вы никогда не будете удовлетворены Потому что всегда будет кто-то, у кого этого окажется больше И вам будет казаться, что у вас этого недостаточно Даже если на ваши концерты будут собираться полные залы Ваши книги продаваться миллионными тиражами А ваши картины выставляться в лучших музеях мира Вам все равно будет казаться, что этого мало Потому что могло быть больше Не сравнивайте себя ни с кем И не гонитесь за результатом Если не хотите отравить свой дар И превратить его из благословения в несчастье Жить в потоке творчества Это значит превращать в творчество каждый миг Это значит извлекать творчество из всего Это и значит позволять Богу творить через себя Вы не знаете, каков может быть результат Но если вы поручите результат Богу То он будет наилучшим из возможных Поручите результат Богу И погрузитесь в поток творчества Наслаждайтесь И не думайте, что награда приходит только за страдание В творчестве награда приходит за наслаждение Если вы наслаждаетесь творя Наслаждаться будут и те, кто увидит ваше творчество Наслаждение заразительно И вы можете стать его источником Не только для себя, но и для других Субтитры создавал DimaTorzok